Он совершенно точно не думал, что когда-нибудь станет патриархом, просто потому, что при его жизни в русской церкви не было патриархов, и ее управлял Синод. Выходец из псковской глубинки, он станет впоследствии епископом в Соединенных Штатах Америки. В самые тяжелые для церкви годы, в дни большевистского переворота, он примет на себя бремя патриаршего служения. Необычайно кроткий и спокойный по характеру, он пойдет на экстраординарный по своей смелости шаг, а нафематствует советскую власть. Герой нашего нового видео – святитель Тихон, патриарх московский и всея России. Семь фактов о святом. Патриарх Тихон. Прозвища, которыми награждали юного Василия Белавина, друзья и товарищи по учебе, говорят сами за себя. Василий с детства отличался глубокой, какой-то естественной, ненаигранной богобоязненностью. Эта черта его характера была видна невооруженным глазом, поэтому еще в псковской духовной семинарии одноклассники прозвали его архиереем. А когда он поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, товарищи по учебе стали называть его прямо – патриарх. Будучи в 1898 году назначенным епископом Алиутским и Аляскинским, Тихон приезжает в Америку и предпринимает беспрецедентное миссионерское путешествие из Сан-Франциско на Аляску. За два с половиной месяца он преодолевает немыслимое для того времени и тех мест расстояние в 11 тысяч километров, посещая самые отдаленные уголки Аляски. Находясь уже в сане архиепископа на Ярославской кафедре, в 1913 году владыка Тихон по решению Ярославской городской думы был удостоен звания «Почетный гражданин города Ярославля». Это было настолько необычное явление для того времени, что его специально обсуждали на Святейшем Синоде. Да, потребовалось отдельное решение Синода, которое состоялось почти год спустя и которое позволяло архиепископу Тихону принять это звание. При этом Синод подчеркнул, что случай избрания епископа «Почетным гражданином города» является чуть ли не единственным в истории Русской Церкви. Парадоксально, но восстановлению патриаршества в Русской Церкви способствовал большевистский переворот. Как известно, к осени 1917 года уже шли заседания Поместного Собора Русской Церкви, и одним из дискуссионных вопросов на нем был вопрос о необходимости возвращения к патриаршей форме управления церковью. Довольно большая и влиятельная группа делегатов Собора последовательно выступала против восстановления патриаршества. Но, когда стало известно о приходе к власти большевиков, соборные прения прекратились, и решение о реставрации патриаршества было принято в ноябре 1917 года. Святитель Тихон стал вторым и последним на сегодня патриархом Русской Церкви, которого избрали на это служение с помощью жребия. Первым в истории русским патриархом избранным таким способом был патриарх Иосиф. Когда на Поместном Соборе 1917 года состоялось избрание Святейшего Тихона, он был кандидатом с наименьшим количеством голосов, отданных на этапе предварительного голосования. Избрание состоялось в Храме Христа Спасителя 5 ноября, или 18 ноября по новому стилю, 1917 года перед чудотворной Владимирской иконой Божией Матери. Все семь лет патриаршего служения святителя Тихона были временем постоянной тяжелой борьбы за церковь. С большевистской властью, с обновленчеством, квазицерковным движением, организованным внутри Русской Церкви по инициативе советской власти. Однако он черпал силы в том главном, что составляет суть и сердцевину священнического и епископского служения, а именно в богослужении, в совершении храмовых служб. За семь лет своего патриаршества он совершил 777 литургий и почти 400 вечерних богослужений, то есть патриарх Тихон служил каждые 2-3 дня. Святитель скончался в праздник Благовещения 7 апреля 1925 года. Ему было всего 60 лет. Патриарх Тихон канонизирован в лике святителей на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви осенью 1989 года. Эта канонизация открыла новый этап в истории Русской Церкви – этап знакомства, изучения и прославления подвига новомучеников и исповедников российских. И в соборе новомучеников святитель Тихон занимает особое место, как исповедник, на чьи плечи легла огромная ответственность в годы гонений, и кто достойно пронес нож у первосвятительского служения, оставив нам пример духовной стойкости и искренней веры. В годину тяжкую Богом избранные, в совершенной святости и любви Бога прославил Есей, во смирении величия, в простоте и кротости силу Божию являя, положил душу за церковь, за люди своя, исповедничив патриарше Святия Тихони. Моли Христа Бога, Ему же сораспялся Есей, и ныне спасти землю русскую и пасту Твою. Святителю Отче Наш Тихоне, моли Бога о нас. Святой Тихоне Святой Тихоне Субтитры создавал DimaTorzok